Сегодня героем нашей рубрики становится полузащитник Санкт-Петербуржского Зенита и сборная России Александр Ерохин. Саша, привет. Здравствуйте. Расскажи, где мы сейчас находимся, что мы тут делаем? Находимся в Новогорске, видимо, на том поле, где мы сегодня вечером начнем подготовку к матчам ближайшим. В общем, на сборе национальной команды. Впереди важный матч. Расскажи. Да, естественно, это очень важные для нашей команды игры. Стартовая. Как говорят, ближайший матч самый важный, поэтому ближайшая игра с Хорватией, я думаю, во многом определяющая. Ты ожидал приглашения в сборную? Ну, естественно, я очень хотел вернуться в сборную, потому что не было здесь какое-то определенное количество времени и очень счастлив и мотивирован, так сказать, что я здесь сейчас. Как ты сегодня позавтракал и что обычно предпочитаешь, омлет или кашу? Сегодня позавтракал, соответственно, блинчики с творогом кушал. Ну, а так, в принципе, наверное, предпочитаю больше сырники, нежели омлет или яичницу. Тикток или инстаграм? Ну, наверное, инстаграм чуть-чуть более возрастной, вот поэтому скорее инстаграм. Самый твой безумный поступок за последнее время? Фу, сложно сказать. Ну, наверное, в первую очередь, контракт не позволяет какие-то супер безумные вещи делать, там, прыгать с парашютом или заниматься экстримом каким-то. Ну, на вскидку так не скажу из последнего, сложно сказать. А безумная трата была какая-то, что потратил, например, не знаю, и потом пожалел об этом? Кроссовки, может быть, какие-то или гаджет какой-то? Ну, вообще не свойственно мне так как-то бездумно какие-то слишком крупные траты делать. Ну, может быть, где-то невкусно мог покушать и потом решил, что больше в это место ходить не стоит. Любишь ли ты проводить время в одиночестве? Ну, в принципе, да. Достаточно комфортно себя чувствую, можно сказать, когда там я на сборах там или где-то на заезде, то есть есть время на то, чтобы почитать что-то, посмотреть из последнего интересного. А в самолете обычно как время проводишь? Может, какие-то YouTube-каналы смотришь или книги читаешь? Ну, и то, и другое. Ну, там, да, бывает, скачиваю что-то либо с YouTube, либо какой-то фильм сохраняю в зависимости от... Ну, расскажи, что посмотрел из последнего. Поделись. Ну, я больше, наверное, все-таки какие-то смотрю на YouTube, там, интервью или какие-то такие обзоры. Ну, да, можно его назвать. Ну, сейчас много интервьюеров вообще, поэтому, скорее, зависит от гостя, наверное, не от конкретного человека, кто спрашивает, а кого спрашивает. Вот, наверное, больше так. Что тебя в жизни огорчает? Огорчает? Ну, в первую очередь, если связывать с футболом, то это какие-то неудачи, поражения бы, если они случаются. Наверное, так могу какое-то время порефлексировать на эту тему, поразмышлять. То есть, ну, стараюсь уже находить баланс, чтобы это не затягивалось надолго, чтобы уже к следующей тренировке быть готовым. Саша, расскажи про детство на Алтай. Ты родился в Барнауле. Что тебе запомнилось с тех пор? Какие у тебя были мечты, планы? Детство, ну, в принципе, начиная с 6-7 лет, оно связано с футболом, начал заниматься. Такие запоминающиеся моменты, не знаю, можно сказать, что переодевание там на улице в минус 40 градусов после тренировки, например. Может быть, это и какого-то своего рода закалка. И, в принципе, не знаю, там ездили на турниры, занимались. То есть, было цель и желание попасть в одну из каких-то лучших школ России оттуда, куда впоследствии в «Локомотив» я уехал. То есть, для тебя был кумиром Алексей Смертин, который в тот момент как раз был выходцем из Барнаула, попал в «Локомотив», играл, потом уехал в «Парнауле». Ну, конечно, да, был живой пример того, что из Барнаула можно добиться многого при правильном отношении, при стремлении. Тем более, ну, это был такой прямой пример, потому что я занимался его отцом, в какое-то время начал заниматься, поэтому я все это вблизи, можно сказать, видел. А что еще было? Вот у тебя семья путешествующая? Может, вы там по рекам сплавлялись, ягоды, не знаю, собирали, алтайский мед, там, может, пчеловодство семья занималась? Что-то было такое? Ну, ездили на Алтай с палатками в горный Алтай, останавливались, да, гуляли, ходили пешком на водопады, там, через леса, горы, вот. В принципе, ну, не так часто, но периодически так выбирались в горный Алтай. А после того, как ты вот уже вырос, стал известным футболистом, футболистом сборной «Зенита», ты бываешь на Алтае? Да, конечно, каждый год практически стараюсь, ну, либо зимой, либо летом, хотя бы раз в год стараюсь, если я приезжаю в Барнаулу, то 2-3 дня выделить на то, чтобы съездить в горы. А панковые ванны принимал? Нет. Ни разу не пробовал? Тебе в первую очередь огорчают какие-то личные неудачи, там, ты, может быть, там, где-то неудачно сыграл, ты из-за этого, да, начинаешь рефлексировать? Ну, и общекомандно и лично, конечно, даже не обязательно эта игра, может быть, это какая-то тренировка, то есть, я, наверное, огорчаюсь, если я выхожу с тренировками, с мыслями, что, может быть, мог бы где-то больше сделать сегодня или качественнее, то есть, ну, там, прокручивая какие-то моменты в голове, как-то так. Хорошо, а что тебя вдохновляет? Может быть, семья, дети? Вдохновляет. Ну, если из ежедневного, наверное, то это так, наше расписание дня, наверное, складывается так, что я чуть-чуть раньше, чем супруга с ребенком просыпаюсь, чтобы собраться на тренировку, позавтракать, вот, и когда они тоже уже встают, и вот это доброе утро, там, когда я их вижу, их улыбку, это, наверное, вот мое вдохновение на день, можно так сказать. Как это мило. А, скажи, приходилось ли тебе какие-то праздники встречать на сборах? Собственный, может быть, день рождения? Да, вот, 10 лет уже день свадьбы на сборах, ну, 9, получается, 10-й год жена с супругой, 9 лет на сборах этот день, потому что как-то так сложилось, что поженились, когда был переходной сезон, когда немножко сместились даты, и вот так случилось, что теперь не празднуем этот праздник вместе. Для тебя начало чемпионата выдалось прямо на уровне. Есть какой-то секрет, почему так вдруг все начало складываться? Ну, я думаю, это не секрет, это просто работа на тренировках, это поддержка со стороны семьи, и приятно всегда, когда тренеры тоже эту поддержку оказывают, всегда у футболистов случается, как бы, ну, чувствуют более уверенность в себе и приносят больше пользы команде. У тебя есть какое-то домашнее животное? Если да, то кто это, как зовут, вообще любишь ли ты домашних животных? Ну, да, у нас есть маленькая собачка, но она сейчас живет у родителей супруги, когда у нас появился ребенок, у него была первое время аллергия, вот, поэтому он временно переехал пока, вот, поэтому зовут его Ронни, вот, он маленький, веселый, озорлой. Вот, я выбрал вот эту фотографию, вот, расскажи, где она сделана, о чем она? Эта фотография сделана в Грузии, мы были там на день рождения супруги был, на несколько дней так сложилось, что именно в этот день там выпало несколько выходных, и мы собрались, то есть впервые я побывал в Грузии и всей семьей, то есть это была фотография сделана там. Отлично. И давай еще одно, это вот эта, очень милая. Это в Питере, это одна из самых, наверное, известных пышечных города, которые на... На конюшенной? На конюшенной, да. То есть в вечернее время просто красивое, такая предновогодняя подсветка, там была эта фотография сделана. А кто фотографировал? Фотограф, соответственно. Ну и какой-то специальный, да, то есть не случайный? Ну это, наверное, какая-то была фотосессия, может быть, да, к интервью или, ну не знаю, к чему-то такому. Сейчас будет твой любимый вопрос. В чем твоя сила? Моя? Твоя, да. Перефразируем. Да. Не знаю, сложно сказать. Скромность. Скажи, а есть ли что-то, о чем ты жалеешь, чего ты не сделал? Я думаю, что нет. То есть стараешься по максимуму? Ну если такие мысли закрадутся, то нужно обязательно это сделать, чтобы таких мыслей не было. Что тебя расстраивает? Расстраивает, ну, наверное, где-то, если переносить на футбол, то это, наверное, какое-то неправильное отношение к тренировкам, вообще к футболу, наверное, когда, ну, люди, у них есть такой большой шанс, чтобы за что-то зацепиться, например, они его не используют и как-то спустя рукава все это делают, наверное, это больше всего расстраивает. Любимое место на Земле? Рядом с семьей. Не важно, где там это, дома или в любой точке планеты, просто рядом с ними. Расскажи, скажи точнее сейчас топ-3 мест, которые стоит посетить на Алтае, учитывая, что ты там родилась. Ну, наверное, топ-3, не знаю, сложно назвать именно топ-3, это, блин, нужно проехать весь Алтай, и это такое место, где, наверное, всем бы советовал побывать. Ну, вообще, если брать свои, где это озеро Ая, ну, это, наверное, такое достаточно популярное туристическое место, это бирюзовая котуня, очень красивая, в разных местах она абсолютно разная. И озеро Телецкое, чуть-чуть подальше, более такое, менее тронутый людьми уголок, можно сказать. А на каменные грибы поднимался? Думаю, что нет, потому что, ну, запомнил бы это название. Это как раз за Телецким. Окей, скажи, что тебя может остановить? Остановить? Наверное, разум, если ты понимаешь, что этого делать не надо, вот, ну, стараюсь не совершать необдуманных поступков. Ну, расскажи про то, как ты попал в «Локомотив», и с кем ты был в своей группе, с кем ты обучался? Есть какие-то сейчас люди, которые тоже стали известными футболистами, выходцами твоего года рождения? Попал в «Локомотив», вот, как раз с Геннадием Ивановичем Смертиным предложил поехать на просмотр «Локомотив». И, ну, мне было 14 лет, конечно, мама очень тяжело переживала, что я, там, один ребенок уеду в таком раннем возрасте за 4000 километров от Барнаула. Вот, но, тем не менее, собрались, поехали. Я, там, две, две или три недели, там, проходил просмотр, и вот, на какой-то момент сказали, что они хотят меня оставить в академии, чтобы я жил здесь, тренировался. Вот, ну, конечно, я был очень счастлив, потому что, ну, я всегда маму успокаивал, что не переживаю, все будет хорошо, я этого действительно очень хочу, то есть, ну, только, наверное, это отчасти, может быть, ее могло немножко успокоить, то, что я это делаю с удовольствием. Вот, из тех из команды, с кем мы тренировались, это, ну, из тех, кто играет сейчас, наверное, Кирилл Панченко, Игорь Горбатенко, там, Семен Фомин. Ну, то есть, была команда у нас на тот момент, было из нашей команды человек 6-7 в юношеской сборной по своему году, была сильная команда, выигрывали и чемпионат Москвы, поэтому мне повезло попасть в такую команду. Расскажи, почему вдруг Шериф, откуда он рисовался, и чем тебе запомнилось время, проведенное там? Шериф появился так, что я проходил, получается, после окончания школы, проходил просмотр в дубль «Локомотива», и мне сообщили, что, вероятнее всего, контракт не подпишут, и появился вариант с возможностью поехать в Шериф тоже на просмотр в тот момент. До этого мы были там на турнире, на турнире один раз, и там действительно условия для молодых футболистов такие впечатляющие, большая база, много полей тренировочных, то есть даже для России, если бы в России где-то была такая база, это было бы классно. Классно, но там это Молдавия, Тирасполь, небольшой город для них, это вдвойне удивительно, наверное, что там есть такой комплекс. Вот, поэтому с удовольствием согласился поехать, провел там тоже порядка месяца, наверное, и оставили меня, сказали, что подпишут. Я там подписал первый свой контракт в профессиональном футболе, и уже начал, полгода провел тоже в дубле, и в 18 лет уже начал тренироваться, играть с основной командой. Ты считаешь, вот сейчас успех Шерифа – это случайность, или они действительно заслужили большой планомерной работы, которая длилась там несколько лет? Ну, периодически, в бытность, когда я там играл, мы играли в группе Лиги Европы два года подряд, это тоже был большой успех для команды, потому что, ну, это не так часто происходило. Сейчас то, что они попали в Лигу чемпионов, это, я думаю, это огромный успех, тем более сейчас, когда узнали соперников у них, Реал, Интер, Шахтер, я думаю, что там это будет просто праздник, когда такие команды приедут в город, поэтому и для популяризации футбола, и, в принципе, для самой команды сыграть с такими грандами, я думаю, это фантастика. Ты не ждал, что Шериф попадет в группу Гузниту? Ну, было бы интересно туда съездить, сыграть Шерифом. В принципе, такие мысли были, но это жребий. Смотри, дальше был Краснодар, Хабаровск, Екатеринбург. Что запомнилось? Как вообще время в Хабаровске проводил? Не устал ли летать? Ну, так сложилось, что я не так много времени в Хабаровске провел, два месяца всего. Я даже запомнил, это было четыре или четыре, по-моему, вылета всего таких дальних. Причем один был в Калининград, то есть это через всю Россию вообще. Поэтому мне этого хватило более чем. Это действительно непросто и правду говорят, что там ребята, там может быть, ну, именно в футбольном плане, что приходится много так перелетов совершать, это там год за, может быть, за два или за три идет жизни. Но, тем не менее, такой интересный опыт. Что касается Урала, Ростова, Краснодара, то, не знаю, только положительные тоже впечатления. И что касается там Ростова, это Лига Чемпионов, также такой был прям эмоциональный год, сезон, когда его невозможно не запомнить было. Вот, было круто. Саша, ты оптимист или пессимист? Думаю, что оптимист. Как ты думаешь, что станет с футболом в будущем? Может ли он уйти полностью, не знаю, на кибер-рельсы? Ну, думаю, что полностью нет. Ну, в любом случае, какие-то видоизменения будут. Это там заметно, если взглянуть в прошлое и сейчас настоящее. Ну, конечно, он развивается в любом случае сейчас. Там, как вы говорите, кибер-турниры всякие популярны. Но, думаю, что реальный футбол и эмоции – это самое интересное. За какую команду болеешь в Европе? Ну, или симпатизируешь просто? Нравится футбол? В детстве болел за United. То есть рад возвращению Криштиана? Ну, в принципе, да. Интересно будет посмотреть. Но лучше, чем если бы он в Сити ушел? Ну, я думаю, что исторически и так эмоционально, конечно, более ярко, что он вернулся именно в United спустя столько времени. На что у тебя не хватает времени? Ну, я бы, наверное, семье больше времени хотел посвятить, чем могу. Известно всем, что ты любишь играть на гитаре, умеешь, поешь. Вот, поэтому скажи, вот есть какая-то музыкальная композиция, от которой ты вот сам кайфуешь и чаще всего ее играешь, или она нравится там твоему близкому окружению? Что это? Не знаю, ну, можно сказать, что это там «Пятница, Нева» или есть еще группа «Пицца, Париж» песня. Тоже нравится. То есть часто, да? Ну, наверное, не то, что просят, может быть, я навязываю. Я чаще их исполняю, наверное, поэтому. Твой любимый аромат или запах? Может быть, ты любишь, не знаю, запах поля, травы. Может быть, кофе. Какую суперсилу ты бы хотел иметь? Не знаю, сложно сказать. Ну, я не так сильно увлекаюсь, во-первых, супергероями и вообще Марвел и всем этим миром. Но не знаю, никакую бы, наверное. Что ты делаешь обычно снова и снова? Снова и снова? Граешь футбол? Ну, естественно. Просыпаюсь, иду на тренировку. Ты такой человек, который идет всегда по ходу движения или против? Наверное, со стороны это виднее. Я просто делаю, как я думаю, как я вижу. А сказать, что это по ходу или против, наверное, со стороны можно только. Проза или поэзия? Наверное, поэзия. Это более вдохновляюще, может быть. Какой у тебя сейчас любимый музыкальный трек, который на репите в машине или в наушниках? Ну, если честно говоря, если заглянуть в мою музыкальную подборку, вообще можно абсолютно не понять, какой жанр мне больше нравится. Поэтому такого одного нет, я, например, там, из последнего треков 10-15 сохраняю себе и кручу их. Ну и, соответственно, когда надоедают. Парочку. Не знаю, нет, нету. Ну, всегда я, наверное, любимый, тот, который ассоциируется прям с настроением, это Нирвана. Смейл слайк, Тин Спирит. Вот этот. Ну, короче, не Маргенштерн. Слово бы, нет. А чей музыкальный альбом ты сейчас ждешь? Есть такие? Ну, я не слежу, честно говоря, что за новинками. То есть то, что выходит, слушаю, ну, либо что-то из более давнишнего. Твой любимый лук? Ну, не репчатый, не ялтинский, я имею в виду, а прикид. Что предпочитаешь, какой стиль? Наверное, это джинсы, джинсы, кроссовки. Какая-нибудь черная или серая футболка и джинсовка или что-то такое. Есть у тебя какой-то секрет гола? Ну, секрет, наверное, нет. Но, может быть, можно предположить, что это как-то давно мне сказали такую фразу, что самое сложное для соперника в футболе это неожиданность, когда соперник, противник не ожидает, то есть то, что ты можешь это сделать. Соответственно, стараешься в штрафной или там, когда ты близко к воротам, удивить, да, преподнести сюрприз какой-то для соперника, чтобы он это не ждал и было проще для тебя. Как ты реагируешь на критику? Да, спокойно, в принципе, ну, нормально. К конструктивной критике позитивно отношусь. Что нельзя купить за деньги? За деньги? Не знаю, наверное, по-настоящему, по-честному хорошее отношение или, ну, как, не знаю, настоящую любовь не купить за деньги, счастье, наверное, тоже сложно. Вы бы хотели расширить свою семью, как ваш тренер Сергей Богданович? Ну, это сложно. Над этим нужно долго работать. И это непросто. Ну, это отличный пример многодетного отца. Первый вызов в сборную у тебя состоялся при Слуцком, правильно? Да. Но ты не дебютировал тогда. Да. А дебютировал уже при Станиславе Солановичу. Да. С кем у тебя, с кем была эта игра, чем запомнилось? Не тряслись ли коленки? Нет, коленки не тряслись. Игра была с Турцией на выезде. Мы играли, то есть в конце вышел на замену. И, конечно, всегда какое-то волнение оно присутствует. Наверное, через пару минут оно пропало, когда случились первые касания мяча. Поэтому дебют действительно памятный, но был уверен в себе. Смотри, после Ростова в 2017 году, уже 4 года назад ты попал в «Зенит» и до сих пор успешно представляешь этот клуб. Что это вообще для тебя? Что это за период новый, который начался в твоей жизни? Насколько сильно ты там проникся к Санкт-Петербургу? Всех обычно завораживает этот город, болельщики, атмосфера. Что ты можешь рассказать? Ну да. Когда я узнал о том, что есть вероятность того, что я могу перейти в «Зенит», конечно, был очень воодушевлен. Когда этот переход свершился и на тот момент был назначен нового главного тренера в Манчине, то есть возможность поработать с таким тренером тоже воодушевляло. Поэтому с удовольствием принял это решение. Ну и то, что сейчас такое, ну 4 года уже 5-й пошел играю в «Зенит», это действительно большое удовольствие играть за такой большой клуб в России. И последние 3 года, тем более, когда мы добивались чемпионств, были каждая особенная, каждая запоминающаяся. Какие-то есть любимые места? Может быть, катаешься на катере, там, в вилахту-центр или наоборот любишь гулять в центре Петербурга? Ну вообще, Петербург с воды, наверное, взгляд с прогулочной лодки, наверное, он совсем по-другому представляется. То есть, тем более, когда еще рассказывают про историю тех зданий, где происходили исторические события, то есть какие герои там исторические принимали в них участие. Это интересно даже, ну, местами не верится, что это происходило вот здесь, буквально на этих улицах. Это очень интересно. Хорошо, Саш, удачи тебе в этом же сезоне, удачи со сборной, чтобы ты провел все матчи в основе. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!